ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Привет всем в эфире Ньюсбокс! Очередной апрель почти подходит к концу. Меня зовут Антон Пискорский. Я расскажу вам, что же произошло интересного из мира шоу-бизнеса и музыки. Начало трудовой недели, и все наши корреспонденты, в том числе и я, готовы к труду и обороне. Узнавайте все с самым эксклюзивным Ньюсбокс на Russian Music Box. Начинаем! К чему призывает группа Маяковский всех зрителей Russian Music Box? Что решил продавать Александр Олешко, а главное для чего? Все подробности об этом не только узнаете уже через пару секунд в новом выпуске Ньюсбокс. Наконец-то настал тот случай, когда со звезд можно брать пример. В этом году проходит третья по счету Муз Артерия. Этот музыкальный конкурс носит характер благотворительности и призывает всех к безвозмездному донорству крови. По традиции в нем участвуют топовые артисты, в их числе и группа Маяковский. Услышать эксклюзивный отрывок из песни, которая будет участвовать в состязании, и что это за конкурс, узнаете прямо сейчас. Свежие апельсины и правильные песни группы Маяковский готовятся к Муз Артерии. Этому музыкальному конкурсу вот уже целых три года. Цель его проста – призвать всех и вся к безвозмездному донорству. В качестве вдохновителей выступают, конечно же, наши звезды. Если вдруг кто-то захочет после этого репортажа сдать кровь, можно все тоже посмотреть, всю информацию, где, когда, как, на сайте ядонор.ру. И, естественно, следить за развитием конкурса. Там будут появляться новости, будут появляться обновления какие-то, да. Поэтому можно и нужно сдать кровь, друзья. Помимо донорской истории, это еще и музыкальное состязание. Со всей России организаторы получают тысячи текстов и мелодий. Потом отбирают 10 финалистов, и уже в московской студии звезды-участники записывают дуэты с авторами. Больше 200 заявок, по-моему, пришло, и мы все отслушали, выбрали. Да, выбрали. Хорошую песню выбрали. Позитивную, самую позитивную. Сделай первый шаг. Просто вернее. Мы на пути к чуду. Рядом с тобой на шаре земном. Туляк Максим Крыжевников для музартерии написал сразу три песни. Но в финал пробилась только лишь одна. Да и ее пришлось не раз переписывать. Первую песню, которую я отправил, мне отказали, потому что он не отражал тему безвозмездного донорства, крови. Был один нелепый вариант, который я отсылал на конкурсы. Его почему-то не взяли, хотя песня была забойная. Я донор крови, я сдам ее сегодня и упаду. Нормальная песня. Не так-то все и просто оказалось на деле. Слова напиши, музыку сочини, да еще и тему безвозмездного донорства подними. К счастью, 10 финалистов все же справились успешно с этой задачей. Каким образом? Увидите 14 июня на Большом концерте в Москве. Вслед за группой Маяковский новостями о благотворительности радует известный ведущий и актер Александр Олешко. Этот человек запел во благо детей. Точнее сказать, он выпустил диски, причем сразу два. И решил отдать все заработанные деньги фонд своей подруге Чулпан Хаматовой. О том, сколько же можно выручить на певчатских начинаниях Александра, мы поговорили с его коллегами. Подробности через несколько секунд. И чтец, и жнец, и на дуде игрец, актер, ведущий, пародист и просто человек-оркестр Александр Олешко теперь еще и певец. Более того, артист уже успел записать сразу два собственных диска. Правда, цели он преследует отнюдь не коммерческие. Все те, кто будут слушать эти диски, соответственно, они купят эту музыку, а значит, они свои деньги автоматически переведут на счет фонда «Подари жизнь» Чулпан Хаматовой и Дины Корзан и помогут детям, которые оказались в трудной ситуации. Все вырученные деньги пойдут на лечение детей с онкологическими и гематологическими заболеваниями. Олешка не достанется ни рубля. Сколько можно заработать на дисках новоиспеченного певца, предполагать боятся даже коллеги. Но это и не важно, ведь главное посыл. Ну, мы, конечно, понимаем, что Саша не продаст диски, но это не значит, что делать это не нужно. Здесь уже у людей другой посыл идет. Ты уже не покупаешь диски, ты даешь это детям, больным детям. Я думаю, соберет, соберем. Почему нет? Собирать начали прямо на самой презентации диска. Правда, подошли к сосуду со средствами далеко не все. Видимо, кошельки дома позабывали. Поэтому и пришлось команде «Ньюсбокс» проверять звезд на наличие благотворительности во время мероприятия. Мы фонд могли бы создать 100 лет назад, но, понимаете, сегодня доверие к фондам должно возвращаться. Оно в 90-е годы дезавуировалось. Надо понимать, что вся моя работа на телевидении мной подразумевается как благотворительность. Вы думаете, я на этом пути деньги зарабатываю? Не получается. Главное, чтобы у Олежка все получилось, да и шансы собрать круглую сумму у артиста велики. Человек он известный поклонников десятки тысяч, талант тоже имеется. Некоторые коллеги и вовсе сулят Александру певческую карьеру. Он и пародист, он замечательный артист, он замечательный ведущий, у него гениальные реакции. Я думаю, что весь этот набор дает ему право сделать серьезную заявку. Насколько серьезна будет эта заявка, покажет лишь время. Пока важно, чтобы меломаны оценили диск артиста действительно по достоинству. И главное не забывать, что прежде всего вы покупаете не пластинку, а дарите жизнь детям. Какой певец снял свой новый клип на скороносную камеру? Какой подарок подготовили музыканта-продюсер Евгения Фридвинда на юбилей его творческой карьеры? На каком концерте Митя Фомин не заработал ни копейки? Егора Крида ждет сложнейшая операция. Узнаете об этом завтра в 19.00. Не пропустите. Вот и все. Чаще заглядывайте в наши официальные группы ВКонтакте и Фейсбуке. А также не забывайте лайкать и комментировать фотографии в Инстаграме телеканала Russian Music Box. С вами был Антон Фискорский. Всем хорошей и продуктивной рабочей недели. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова